Ребят, всем привет! Как определить, что неисправен именно аккумулятор? Особенно в зимнее время, когда похолодало и многие автомобили стали плохо заводиться. Мой предыдущий аккумулятор помер в августе. То есть, чтобы было тепло, средняя температура была где-то 30 градусов, это было начало августа 22 года. Я приехал домой, все было хорошо, с утра заводить, а у меня не крутит старт. Точнее, он два раза пытался покрутить и все. Мой предыдущий аккумулятор отработал 5 лет, верой и правдой. Тот и этот обслуживаем оба. То есть, можно выкрутить, долить водички. Тестер выставляем на напряжение. Проводок один сюда, один сюда. То есть, вот так вот должно выглядеть нормальное рабочее напряжение исправного аккумулятора. Если вы подключили тестер и у вас со временем вот эта вот цифра уменьшается, то есть, если меньше, скажем так, 12,3, 12,4, то значит, аккумулятор либо слабо заряжен, либо помер. Помирает он обычно, когда, ну, у него напряжение потихонечку падает. На моем, при полной зарядке старой, который был на старом аккумуляторе, при полной зарядке напряжение за час упало с 12,3 до 11,8. То есть, я подключил тестер и просто его оставил. Пока час ходил, то он вот так вот упал. То есть, у меня, получается, на старом осыпалась банка. Сейчас мы заведем автомобиль и посмотрим, как оно выдает напряжение. 14,3. В общем, старый аккумулятор. Что с ним было? На нем падало напряжение. То есть, одна из банок была осыпана. Плюс, когда машина была заведена и на аккумулятор подавалось напряжение, он его просто не брал. Здесь вот сейчас 14,3. Это нормально. То есть, аккумулятор этот берет зарядку, генератор ему ее дает. Со старым аккумулятором, который был практически мертвый, при помощи тестера я видел, что на аккумулятор генератор дает напряжение 12,5-12,6. То есть, аккумулятор, в принципе, электричество не брал. Старый, неисправный. И при отсутствии зарядки напряжение в нем падало. Почему я вам не советую реанимировать такие аккумуляторы? Потому что это не имеет никакого логического смысла. И, во-первых, он прослужит недолго после восстановления. То есть, я видел видео, где люди пытаются их восстановить, но это в лучшем случае он у вас замкнет, в худшем случае может взорваться. Не советую этим заниматься. И плюс к всему, при установке нового аккумулятора, мажьте клеммы. То есть, берете смазку, даже обычный литол, солидол прям немножечко намазали, клемму одели и все, и затянули. Так они у вас не будут окисляться. Все будет хорошо. То есть, ток будет проходить свободно. И на новых аккумуляторах еще получается, что здесь окошечко сейчас есть. Ну, на моем старом не было, на котором я пять лет отъездил. Там ничего не было абсолютно. Так что, мы его пытались старый аккумулятор поставить на зарядку, но за час он нагрелся так. То есть, там была какая-то бешеная зарядка, которая там просто дуром его электричество подавала. Он нагрелся так, что на нем можно было жарить яичницу. После чего механики его выключили, сказали, сейчас как долбанет, выкидывай короче, покупай новый. Ну, соответственно, поехал покупать новый. Если вы новый поставили, он у вас тоже быстро разряжается, допустим, за ночь или там за две. Ну, скорее всего, где-то утечка, ее надо искать. Ну, если он у вас отслужил довольно-таки прилично, никаких проблем с ним не было, а к зиме он у вас стал капризничать, ну, значит, все-таки время его подошло. Всем спасибо, всем пока.